Всем привет! Это вторая часть предыдущего видео. Ну, не совсем вторая, потому что она совсем о другом. Сегодня неожиданно совершенно для себя я буду рассказывать о бытовой химии. И еще кое о чем сейчас покажу. Итак, первое, что я вам покажу, это вернель. Я сняла это видео, я захотела просто поделиться, потому что давно я хотела попробовать какую-то продукцию, именно заграничную. Мне было интересно, так уж ли говорят, такая ли это правда, когда говорят, что это совершенно разные миры, потому что я покупаю косметику и у нас, и за границей, и я не вижу разницы. Честно, для меня, у меня не было таких продуктов, которые кардинально, да даже не кардинально, которые хоть как-то отличались. Здесь разница просто очевидная, голосальная, бешеная, очень большая разница. Я вам не смешала и хочу показать. Вот видите, это как будто бы мыльные какие-то, я не знаю, это как будто мыло там что ли, а может быть это какая-то смягчающая жидкость, или как это назвать, что-то мягкое. Когда размешиваешь, она растворяется. И гораздо более, посмотрите, концентрирован, чем наш. Даже как стекает, видно. Немного киселеобразный. Но у нас он, конечно, не такой. У нас даже самый концентрированный, это просто какая-то водичка сейчас, по крайней мере. Это продукция из Финляндии. Как-то странно для меня это рассказывать. Вот. Я просто очень люблю ополаскиватели. Я вообще хочу заказать еще порошок. И очень люблю стирать. Вообще люблю все, что связано с ванной, с душем. Пусть это буду я, или белье мое, но я очень это люблю. И поэтому я, наверное, с вами делюсь этим, потому что мне самой было очень интересно. И пахнет. Пахнет гораздо ярче, гораздо лучше, чем наш. Когда уже белье вешаешь, снимаешь, оно более мягкое. И пахнет как-то, я не знаю, если аромат можно назвать, что он более мягкий. Это так и есть. Аромат более мягкий. Обволакивающий какой-то. И его хорошо чувствуешь. Например, после нашего Вернеля я мало что чувствую. Вот так. Поэтому все-таки наше производство в этом плане отстает. Кстати, хочу сказать, что, например, Кока-Кола разницы не имеет. Ни заграничная, ни наша. Только цена там дороже, здесь дешевле. И, например, Кока-Кола ванильная. Это моя любимая Кока-Кола. Я ее обожаю. Почему-то на российском рынке она перестала существовать. Я покупала заграничную. И с таким удовольствием открыла баночку. Думала, сейчас выпью и вспомню тот вкус. Кола ванильная. Но это было совершенно не то. И как будто ванили было мало. В общем, мне совершенно не понравилось. В продуктах можно сказать, что наша Кола лучше. То есть у нас более концентрированная была Кола. А эта как-то мне не понравилась. И жвачки. В принципе, я не заметила разницы. Вот в бытовой химии заметила. И еще один продукт, который покажу, это Ферри. Во-первых, это пенка. У нас пенки не существует вообще. Но мне подсказали, что можно туда что-то другое заливать, и потом пенка тоже будет выходить. Да, так можно. Но все-таки продукт другой. Я сначала, когда только первый раз получила, использовала два раза. По своей нежадности, наверное, просто из-за того, что я покупаю российские Ферри. Я два раза нажала и думала... Я привыкла лить. Нажала два раза. Но этого было более чем достаточно. Очень много было пены. Одного нажатия достаточно, чтобы помыть много посуды. И хорошо смывается. Очень хорошо. Потому что наше моющее средство нужно долго-долго-долго мыть посуду, чтобы она вся смылась. А это здесь нет. Здесь все быстро очень смылось. И, не знаю, растворяет, расщепляет гораздо лучше. Поэтому я люблю мыть посуду. Из всех домашних дел я больше всего люблю мыть посуду. Обожаю просто. Ну, может, потому что ты стоишь чем-то занята вроде бы, и можешь подумать. Я люблю думать. В общем, посуду я люблю мыть. И поэтому это средство как раз тоже для меня. И я надеюсь для вас. Просто мне было бы это интересно. Я поэтому показываю вам. И еще один продукт. Это уже из Германии. Очень мне была интересна эта марка. Себомет. Вот. Это у меня масло тоже совершенно потрясающее. И очень мне понравилось. Все продукты, которые я купила, это за один раз. Мне это все понравилось. Здесь приятная душка легкая. Она достаточно парфюмирована. Какая-то яблочная, что ли, парфюмированная. Очень приятная. И это масло. Прямо оно желтого такого цвета. Обычное масло. Как будто. И сразу же превращается в пенку. По ощущениям похоже на масло от Джо Малон. Только более плотное вот это масло. Но мне очень понравилось. И приятно мыться. И легко смывается. И тело после остается не сухим. Остается напитанным, гладким. И мягким. В общем, всем я просто очень довольна. Так, наверное, это видно. Палетка сейчас на мне. Я очень сильно загорела. Я думаю, это заметно всем. И я воспользовалась вот этой палеткой. Эта палетка универсальная, должна я вам сказать. Я вообще обожаю эту марку. Это марка Tarte. Очень мне нравится. Палетка называется Sex Kitten. Во-первых, она пахнет. Пахнет очень приятно. Но достаточно ярко. Знаете, приятно чуть-чуть химозно. Не знаю, есть ли там химия какая-то, но пахнет. Но это проходит, знаете, полушоколадно, полу как-то, как-то по-химически вот так пахнет. Меня очень часто спрашивают, это самый распространенный вопрос, если нужны тени. Какую взять палетку универсальную? Для меня это не очень понятно, потому что когда у человека их много, и все оттенки разные, и синий шиммер, и синий сатин, и синий матовый, да, и много-много-много таких оттенков. Очень сложно сказать, влезть в чужую голову, да, в чужую шкуру, говорят обычно, и подумать, как же, как бы я поступила, если бы у меня не было ничего, мне нужна была одна палетка. Ну, вот эта палетка одна из таких, я думаю, что она крутая на самом деле, очень, и у Тарт много очень таких палеток, можно даже купить несколько, они недорогие. Кажется, полторы тысячи стоят, если я сейчас не забыла, не ошибаюсь. Накрасила недавно одну девочку, я иногда крашу людей, и она сказала, что собрала очень много комплиментов, и комплиментов для меня мне похвалили, что я очень хорошо накрасила. Мне сама понравилась, правда, накрасила очень быстро, у меня вообще все клиенты, они почему-то, ну, дольше, чем час я, наверное, никого не красила, потому что, вот, почему-то все хотят очень быстро. Ее я накрасила за 20 минут, ну, хорошо получилось. И вот этот вот глубокий коричневый тоже великолепный, а на мне сейчас вот этот филин, который, который шиммерный, вот. Так, тени не скатываются, очень они хороши. Внизу у меня, внизу у меня карандашик, сейчас покажу, от Шарлот Тилбери. Я его брала на море, я скажу вам, что это потрясающий продукт для моря, потому что, когда загорелая кожа, и вот этот оттенок, так, какой у меня оттенок? Амбер, Амбер Хейз, или Хейз, наверное, вот этот оттенок у меня. Он для моря идеальный, и на карие глаза, и на мои серые было очень красиво, и мне, и девочке мы красились, и все были в восторге, потому что, знаете, вроде бы эффект такой, когда ты не накрашена, но в то же время у тебя подсвечены глаза, это очень красиво смотрится. И ненавязчиво, и уместно, потому что на море все-таки косметика не очень уместна. Здесь у меня шиммер, вот этот, вот в уголках шиммер, а на щеках у меня Томфорд, вот эта новая палеточка двойная, хайлайтеры. Вот этот оттенок очень красивый, вау, прямо такой легкий и глубокий одновременно, очень красивый. И легкая палеточка, очень в использовании она проста. Так, я раз уже сказала, что на мне, все, и не сказала, что на губах, давайте скажу. Это Armani, мой любимый нюд 100, ее вывели из производства, уже вы не сможете ее купить, но я очень ее люблю. И, так, мне недавно говорили, как это читается, Жоу, я опять забыла, я прочитаю, потом скажу. Потом буду уже говорить правильно, вот это блеск для губ, Frostbit, оставлю ссылку на магазин, где я ее купила тоже, давно уже покупала. Вот такой красивый блеск. Вот здесь вы его можете видеть поверх, потому что я нанесла сначала его, а потом помаду. Не поправила, но так тоже прикольно. Ну все, на этом я с вами прощаюсь, надеюсь, вам было интересно со мной. Всем пока-пока.